Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Мир в Духе Святом. Как общаться с Богом в тишине? Это продолжение серии подкастов на тему разговора с Духом Святым. Как он общается сегодня с верующими людьми. И это вторая запись на эту тему. Сегодня я расскажу про еще один способ общения его с нами. Это мир в Духе Святом и состояние мира в человеке, когда говорит Дух. Важно знать. Мир, состояние мира в душе и жизни человека – это нормальное состояние верующего в наше время. Время Нового Завета. То есть сегодня. Но это состояние не приходит как от успокоительных таблеток. Это состояние, которое нужно достигнуть. Своего рода взять в свою жизнь. Чувство от таблеток временное, а с Духом Святым постоянное. Состояние мира в Духе, Душе, семье – это не пассивная позиция. Это активное положение, и мир нужно хранить буквально каждый день. Но это нормальное состояние для человека, живущего с Богом. Это не временное состояние. Нужно правильно посмотреть на эту ситуацию. Мир должен быть у нас всегда. А иногда этот мир теряется. И тут мы можем разобраться, в чем проблема. И снова вернуть состояние мира с Богом и ближними. Разобраться, решая этот вопрос, опять-таки с Духом Святым, который подскажет, что не так. Важность мира в разуме, душе, семье. Бог хочет сохранить мир в Духе Святом и нашей жизни. И общаться с Богом в тишине. Откроем послание Павла в церкви в Филиппах, главу 4, стихи 6 по 8. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Это послание к Филиппийцам, 4 глава, стихи 6 по 8. Мир Божий – это состояние, которое дает Бог. Да, это Его дар для нас. Но и мы должны хранить его. Есть и наша с вами работа. И этот мир начинается с нашего ума. Приходит от того, что мы молимся и отдаемся в руки Бога. И молимся. Молимся и отдаем все заботы, предложения Богу. И размышляем о добром, хорошем, о Слове Божьем. И тогда мир Божий, то есть Он, будет хранить наши сердца, души, семьи, дома, работу во Христе Иисусе. Аминь. Мир в Духе Святом. Разговор с Богом в тишине. Иногда Дух Святой говорит через потерю взаимосвязи с Ним. Что это такое? Например, у вас возникла ситуация, и у вас есть вопрос, как поступить. Потерялся мир в душе, появился дискомфорт. И, конечно, у вас есть два варианта ответа. И вы задаете вопрос Богу, поступить так или так. Это состояние, ждать ответ от Бога, характеризуется тем, что у вас нет мира внутри. Вы не можете сконцентрироваться на Слове Божьем. Пока Бог не скажет, как поступить. Если вы дали Ему два варианта, но мир не возвращается, что делать? Ошибка. Все равно поступить, как задумали, на выбор. А поступить правильно – это отказаться от своих вариантов и в молитве. Просто попросите Бога дать вам свой вариант. Тут к вам придет, вполне возможно, третий вариант. И вы увидите, что этот вариант лучше. Но о нем вы даже и не думали. Это слово откровения для вас от Духа Святого. Когда Бог одобряет ваше решение, то на этом варианте обязательно будет мир. Когда вы будете размышлять о нем, вас будут сопровождать спокойствие в душе и духе. Значит, Бог с вами. Можете смело так поступать. То есть, состояние тревоги можно почувствовать только тогда, когда на сердце и в душе мир. Так ведь, друзья? Да. Поэтому состояние мира – это нормальное состояние для верующего сегодня. И через тревогу мы всегда можем узнать, что Бог против или не хочет, чтобы мы поступали так или иначе. Дух Святой с нами в жизни. Разберем еще один случай для нашей жизни. К нам пришло предложение. Участие в чем-либо, в чем, в каком-либо деле. Вроде и все хорошо, но мы не знаем, как правильно поступить. Если подумать логически, то все правильно. Но внутри есть какой-то дискомфорт. Ошибка. Поступить, как думает разум. Логика. Правильно. Обязательно помолиться, отдать руки Бога и ждать ответ. Ждать. Бог знает время. И что может быть? Мы нет. Мы рассуждаем только на уже известных фактах. Бог знает все и во времени. Что произойдет? Ждите ответ от Бога. Мы можем столько предложений принять. Вроде бы и хороших, но можем так осуетиться, что потеряем волю Божью для нас. Можем потерять из виду, что Бог хочет для нас. Друзья, не спешите. Для нас уже не значит время. Для нас значит, что Бог думает и запланировал для нас. Помолитесь и ждите. Пройдет какой-либо промежуток времени. Может быть день. Может быть неделя. Не спешите. Если это предложение от Бога. Может быть оно нормальное. Но Бог не хочет, чтобы вы в нем участвовали. У Бога для вас другие планы. Ваше желание утихнет. Эмоции пройдут. Не соглашайтесь. Отказывайтесь. Помолитесь и ждите. Пройдет какой-либо промежуток времени. Может быть день. Может быть неделя. Не спешите. Если это предложение от Бога. И Бог хочет, чтобы вы в нем участвовали. Бог и Бог допускает для вас. Ваши желания будут сопровождать миром и радостью. Эмоции не пройдут. Соглашайтесь. Мир в Духе Святом активен. Мир, друзья, это активная позиция. К нам в жизни постоянно приходят случаи, которые стараются выбить нас из колеи. И их нужно контролировать. Не допускать. Если правая рука соблазняет, оторви ее. Если в твоей жизни есть вещи, которые соблазняют тебя, через которые ты теряешь мир, убери их из своей жизни. Выключи телевизор. Заблокируй тех в соцсетях, кто пытается воздействовать на тебя. И ты начинаешь нервничать. И к тебе приходит страх. Ограничь беседы с теми людьми, после разговоров, с которыми ты теряешь мир. Береги свой мир, который дал тебе Дух Святой. Мир Божий нужен тебе, чтобы слышать Духа Святого и войти в Царство Небесное. Молитва к Богу о делах. Как помолиться Богу и отдать Ему свои дела? Я примерно скажу молитву, которой нужно молиться, чтобы отдать Ему свои предложения. Но это пример. Со временем вас научит Дух Святой в своей молитве. Молитесь же так. Иисус Христос, Господь мой, ко мне пришло предложение. Расскажите свою ситуацию. Я не знаю, как поступить. Но ты мой Бог, мой Господь. Ты умер за меня на кресте. Ты взял мои немощи, проклятия, болезни. Ты моя святость и праведность. Ты умер за меня на кресте. И воскрес на третий день. И меня воскресил вместе с собою. И теперь не я живу, а ты живешь во мне. Я отдаю эту ситуацию в твои руки. Аминь. И ждите. Ждите мира в вашу душу. Разум от Духа Святого. Ждите ответа от Бога. Не спешите. И эту молитву, друзья, я также положу на странице своего блога. Можете ее прочитать. Если надо будет, взять свою жизнь. Основание, как слышать Бога. В обоих случаях, мир в Духе Святом – это основание, как слушать Бога. Как общаться и слышать Его волю в тишине. Я понимаю, что такой мир труден для понимания и восприятия в начале. Поэтому я сделал отдельный плейлист «Мир с Духом Святым», где более детально описал, как его принять и удерживать. Друзья, это легко. Мир в Духе Святом – наше нормальное состояние жизни сегодня. Эта тема очень связана с дарами Духа Святого. То есть, как принять и взращивать дары от Бога. И как нам слышать, что говорит нам Дух Божий, Дух Господний. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение от Духа Святого», поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.